Я Олеся Фоминец, профессиональный психолог-гипнолог. Герои моего нового авторского проекта, те, кого вы уже хорошо знаете. Но я хотела бы узнать и с другой стороны. Уверенность в себе и в своих силах — залог успеха. Страх перед неудачей заставляет отказаться от высоких целей и оставляет потенциал нераскрытым. Вера в себя, наоборот, даёт нескончаемую энергию и силу, помогает достичь невероятных вершин. Уверенный в себе человек может выстоять и не сломаться под напором любых преград и неудач. Но как поверить в себя? Что нужно делать, чтобы страх и неуверенность исчезли? Об этом пойдёт речь в сегодняшней нашей программе. Я Олеся Фоминных, и это программа «Без Фрейда». Сегодня у меня в студии депутат Государственной Думы, олимпийский призёр, мастер спорта под дзюдо и самбо Дмитрий Носов. Дмитрий, здравствуйте. Как ваше настроение сегодня? Да нормально, рабочее, как обычно. Покойно нам только снится. Сегодня мы в программе поговорим о том, как приобрести уверенность в себе. Хотелось бы по этому поводу вам задать вопрос. Когда у вас возникают какие-то ситуации, как вы с этим справляетесь? Сомнения какие-то, ещё что-то? Как вы по поводу как раз уверенности? Значит, знаете, когда я встречаюсь в основном со спортсменами происходит, или с бизнесменами, которые ищут себя активными молодыми людьми, я всё равно на примере спорта привожу, переживают все. То есть, типа, перед схваткой, а как что-то там, типа, не то, что не боятся, не волноваться как? Никак, невозможно. Волнение будет всегда везде. Политика ходит на трибуну, там, волнуется. Это публичный человек, там, ведущий выйдет впервые, там, перед огромным... Ну, первые несколько минут часто. Будет волноваться всегда. То есть, перед схваткой ты будешь волноваться, всегда будешь волноваться вопрос, как ты сможешь это волнение обуздать и направить. То, что вот этот выброс адреналина, это, на самом деле, твой большой друг. Ну, если пробовать адреналина, да. Если ты его правильно направишь, в то же время это твой главный враг. Если ты перегоришь... Друзь, но он видит. Да, поэтому это, как бы, как ты с этим справишься. А вот здесь самое главное, как вот этот, да, собственно говоря, это опыт и труд. То есть, чем больше у тебя таких ситуаций, ты становишься опытнее, то все спокойнее преодолеваешь, да, то, что у тебя уже есть опыт. Ну, а как в первые разы это справиться? Это главный вопрос. Да. Переходим. Труд. Если ты работал, трудился над этим вопросом, который вот сейчас возникнет, то тогда у тебя в тысячу раз больше шансов, собственно говоря, это волнение преодолеть и прийти к успеху. Ага. Потому что ты работал. Ты, вот кто бы что ни говорил, любой абсолютно человек, а вот, знаете, по моей практике, со всеми общаешься, вот с кем не поговоришь, все, прям всех кто-то обидел, всем кому-то что-то должен, какая-то несправедливость там, и все виноваты вокруг. Но если человек, это как бы его чувства играют, редко человек может спросить себя. Я, кстати, таких людей больше всего уважаю. Но и каждый из них в глубине себя внутри все равно понимает, что он сам где-то виноват, он не доработал там, он там что-то не доделал. И поэтому, собственно говоря, он поленился, он не всех обзвонил, поэтому не нашел работы и так далее, и так далее. В глубине души он это понимает. И вот эта вот недоработка, она и сказывается на уверенности. А когда ты, ты знаешь, что ты отработал, все, ты, это тебе дает такую уверенность, это труд, потраченное время твое. Я когда на Олимпиаде боролся, я все вокруг волновались, я был уверен, как там. Я был хладнокровен и уверен, потому что я проделал такую работу. Вера в себя имеется. Да, это вот все было во мне, и поэтому я не мог не верить в себя, потому что я столько работы проделал. Но основная масса людей, к сожалению, они не верят в себя. Или они хотели бы, но они думают, наверное, не получится. И что сомнений очень много. Основная проблема людей в основном в том, что все хотят результатов, вот прям бах и за секунду, потому что привыкли видеть вершину айсберга, да. Я думаю, все вот звезды, которые у вас бывают, шоу-бизнеса, они, в принципе, вот всех люди же видят, а у него вот хорошая машина, он хорошо одет, ой, счастливчик так. Но мало кто хочет заглянуть в жизнь этого человека 20 лет назад, когда он там в какой-то студии еле-еле там что-то душа в теле, когда он ездил на метро там, да, или пешком вообще ходил, когда он там был студентом и так далее. И что, чтобы стать этой звездой, он там по 10 часов в день пахал, понимаете? И так это везде, то же самое и в спорте. Олимпийцам выдали вон машину. Вот я приехал на хорошей машине, очень на хорошей. Но когда мне было 20 лет, я вечерами таксовал, чтобы заработать себе на хлеб, на бензин, потому что денег не было, зарплата 100 долларов, понимаете? И я тренировался, верил в свою мечту, я ездил на метро по вечерам, чтобы не тратить деньги там на бензин еще, я ездил, таксовал, вот это зарабатывал. А вербух я знаю, то же самое делал. Мы были простыми ребятами. Мне кажется, многие люди стесняются того, что у них не так. И они показывают, особенно Инстаграм на сегодняшний день, да, посмотреть у нас, как люди живут, они выставляют то, чего у них вообще нет. Ну, понты, вот это настоящие понты. И поверьте, лучше быть, чем казаться. Потому что рано или поздно это всплывет наружу. Это мои клиенты будут еще, естественно. В любом случае. Вы будете хуже. Ну, вы попадете еще в худшую ситуацию. Я могу сказать абсолютно точно, что честность, любая честность всегда уважаема. Сказать честно, что у меня там не хватает денег, что я зарабатываю столько, что я не могу купить себе такую машину, но я верю в себя и буду работать, и когда-то заработаю там, да, это в сто раз круче, чем поехать у кого-то взять тачку, типа там, сфотографироваться, и на самом деле у тебя ничего нет. Ну, многие так живут. Я думаю, что это тоже не просто так. Скорее всего, это навязанная система какая-то. Почему люди так себя ведут? Они боятся быть такими, как они. Проблема в том, что это целая проблема идеологии. Эта тема пришла к нам из Америки, удивитесь. Я помню, когда лет 10-15 назад с удивлением узнал, а потом и увидел это в Америке, потому что я был в Америке много где, что это типа у них круто там приехать на крутом хаммере каком-то, да, а на самом деле там в нем 2 литра бензина налито, потому что, ну, нету где денег даже на бензин, но вот ты понтануться должен. Такой типа понты дороже денег, вот эти цепочки золотые там и так далее. То есть я вижу это оттуда откуда-то пошло. Ну, так или иначе, это поддерживается для чего-то. Это, понимаете, дело в том, что у нас, еще раз говорю, у нас идеология, идеология поменялась. Если раньше у нас были правильные ценности, и во главе всего, во главе угла, самое главное, это был человек. Его жизни, здоровье. А сейчас материальные вещи. А сейчас получилось, ну, а деньги это было средством. А сейчас наоборот. А сейчас стало наоборот. То есть у кого бабки, тот и красавец, якобы, да. Я думаю, это время какое-то скорее всего. Ну, дай бог, вот с этим мы как раз и боремся очень упорно. И поэтому молодежь это видит, что у кого бабки, у кого понты, у кого тачка там, типа он крутой. Да нифига он не крутой. Ну, конечно. На самом деле. Более опытные люди знают. Да, это если не его. Ну, это все, ну, это наоборот смешно. Вот поверьте мне, это смешно. Я таких вот персонажей знаю, я наблюдаю за их там понтами, тело движениями. Ну, реально смешно становится. Приходилось ли вам хоть раз в жизни жалеть о неправильном решении? Уф, на лопатке было. Ну, конечно, я думаю. Ну, наверное, если... Просто я не могу сказать о каком решении. Вот сходу не могу сказать. Ну, ощущения сейчас вычисли. Знаете, мне в этом плане проще, потому что я живу по правде с самим собой. И у меня обостренное чувство справедливости. И это вы изначально такой были? Или вы пробовали моменты? Я такой, это благодаря моим родителям. Я не могу промолчать. Не могу... А еще я больше всего не могу врать себе. Поэтому... То есть вы люди и не живете? Нет. Ну, единственное, что у меня постоянно перепутье. Перепутье, да? То есть вот постоянно. Ну, к примеру, вот... Туда, путь, туда. То есть выбор и борьба. Кстати, вот у меня сейчас книга как раз вводит. Моя борьба. Там это все описано. То есть постоянно выбор. Постоянно выбор. Но мне кажется, в жизни всегда у человека стоит выбор. Вот смотрите, бывает, что, например, вот у вас есть там, ну, грубо говоря, неделя, да? Вы знаете, я в эту спойду, сюда пойду. Меня тут приглашают, например, съездить в Самару и в Саратов. Ну, в Самару четвертого, в Саратов шестого. Я все успеваю. Вот у Носова у него будет не так. У него будет или в Самару, или в Саратов именно там четвертого числа. Все. А вот третье, там второе будет свободно. Ну, может, понимаете, приоритетов как-то, нет? И вот это у меня поставили, у меня это... Я к этому уже привык. То есть постоянно именно вот как именно это связано именно с датами, да? То есть... Как вы с этим справляетесь? Что вы делаете? Я смотрю, что важнее. Приоритет расставляется. Конечно. Но, как правило, это две такие вещи. И это как раз определяет твой путь, куда ты пойдешь, да? Куда тебя это выйдет. Ну, конечно, жизнь в итоге... Ты вернешь направо там, да? Поэтому это, на самом деле, интересно. И это, наверное, есть такая жизнь делать ошибки, может быть. Но это иногда тоже бывает забавно для людей. Почему? Я считаю так. Любое приключение, ошибки, опыт – это здорово. Это всегда есть, что вспомнить. Это нужно. Главное, чтобы не было никаких увечий, никак на здоровье не отразилось. Ну, это само собой. Что, в первую очередь, дает вам уверенность в себе? Уверенность в себе, в первую очередь, конечно, дает достижение результата. Для меня главное оправдание это результат. А вы когда в спорт пошли, почувствовали, или вы ее приобретали? Вот, ну, то, соответственно, что вы под этим ощущаете, чувствуете, понимаете? Уверенность помогает достигать цели. То есть, самореализация. Ну, наверное, в любом случае, общее состояние тоже, как бы человек пришел, если даже он без цели. Да, помогается оно. Ну, так вот, для мужчины самое главное, на мой взгляд, это самореализация. Мужчина должен постоянно чего-то добиваться, расти, трудиться, да? Ставить себе задачи. Ну, конечно. И тогда это мужчина. Если мужчина лежит на диване, в тагануроге ест чипсы, то, ну, все понятно. Потом удивляется. Как правило, такие обиженные мужчины, у них все женщины нехорошие. Вот, потому что им отказывают. И они никто не думает. Посмотреть, почему. Может, тебе там стоит на турник пойти, подтянуть, книги почитать, там, и так далее, да? Вот. Но и среди женщин есть. Очень много. Проблема. На самом деле и там, и там. Мне кажется, вообще оно... Среди женщин иногда я хотел вот многих женщин сейчас... Задеть. ...донести, да. Что часто женщины портят мужчину, потому что они ему говорят... Расслабляют его. Да, они требуют очень много внимания. Почему ты мне там не звонишь каждый час? Почему ты мне то? Почему ты там поехал на работу, а не остался со мной? Вот этого ни в коем случае нет. Они сами начинают, в принципе, опускать в него. Они сами начинают на него одевать домашний ошейник и сажать его на диван. Понимаете? Потому что мужчина... Добытчик. Это добыча. Он... И чем меньше вы его видите, тем лучше, конечно. Тем лучше. Все. Он работает, он приносит деньги, он защищает, собственно говоря, дома, семью. Что такое защита? Если раньше это была физическая защита, взял в руки там топор, меч, готов отразить. То есть сейчас есть государство, есть полиция. Окружающие нас люди, в общем-то. Ну да. Есть очень хорошие полицейские, действительно. Дай бог это. То сейчас защита это больше финансовая. Чтобы тебя не выселили, чтобы у тебя была крыша над головой. Чтобы у тебя там было что в холодильнике, что надеть, надеть на себя, точнее. И так далее. Это все требует деньги. Поэтому сейчас деньги это, собственно говоря, и есть защита. От мужчин их должен добывать, чтобы семью там содержать. Если мужчина, конечно, с утра дача лазит по клубам, там, и покупается, и берет в аренду Хаммер с одним литром бензина. С двумя, я помню. Бабушки это самые страшные люди для детей. Я вам говорю, как человек, у которого больше тысячи детей в школе сейчас тренируется. Причем почти по всем видам единоборств. Плюс имеющий колоссальный педагогический опыт с 17 лет. Бабушки это вообще самое страшное. Потому что они все будут делать за ребенка. Меня, своего бабушка так испортила. Слава богу, не до конца где-то собрался. Но вот когда за тебя бабушка все делала, она помоет посуду. Ты лежи, вот тебе пирожок. Все, мы хорошие, милые. Все, ребенок начинает, особенно мужчина, вот. Все за ним тут бегают, ухаживают, делают. Он король мира. Нет, так нельзя. Не надо жалеть. Пожалеть надо иногда, дать почувствовать, что ты любишь ребенка. Да, на ощущение состояния. Но не надо его жалеть постоянно по каждому поводу. Потому что любой человек это уникальный адаптоген. Чем вы больше бегаете ребенка сюсюкать, как малолетнего, там, новорожденного, когда он плачет, тем он, знаешь, что любой момент, он этим начинает пользоваться. Он уже понимает, надо покричать, тут же прибежали. Чуть плохо, некомфортно. Дети шикарно манипулируют, конечно. Да, поэтому они приспосабливаются. И поэтому, если вы их там сразу в какие-то рамки ставите, все. А самое лучшее, это своим примером. Вы можете сколько угодно рассказать ребенку, что курить это плохо, а пить это вообще отвратительно. Дети, да, они считывают то, что происходит. Дети, это у них сразу идет обман. Вы их обманываете на самом деле. Вы представляете, вы в глазах ребенка внутри как обманщик. То, что он не может, как он, у него природа заложена быть, как мама и папа, повторять, чтобы стать таким же сильным и выжить. А вы курите, пьете и говорите, что это плохо. Значит, что-то не так. Вы же живете, вы же для него самое это. Поэтому вот есть такой вот момент воспитания. И к мамам еще раз обращаюсь, как можно меньше баловать надо ребенку. Я вот маме своей благодарен, что она мне постоянно с бучку давала. В жестких рукавичках? Да, и один такой пример очень характерный. Я помню, первый или второй класс был. Я пришел там, такой расстроенный. Мама, что случилось? Да вот там старшеклассник. Он на два класса старше. Ну, в этом возрасте это существенно. Вот он там не обзывает. Такой он говорит, ну, ты ему это по челюсти дай как следует. Как? Он же старше, он же больше. Как я могу? Он говорит, ну, потому что, если ты прав, ты всегда должен оставить свою правоту, если ты знаешь, что ты прав. И не важно, кто перед тобой, только так ты сможешь завоевать уважение. На следующий день мама этого мальчика пришла с разборками. Вот, ваш сын, там, моего обидел, там, что-то и сюда. В тот момент у вас, наверное, поднялось ощущение как раз. Да, я бы это узнал позже, ну, что это мама приходила, да. И она говорит, слушайте, сделайте так, чтобы он вас больше не видел. Мне даже стыдно с вами разговаривать. Вы своего сына видели, он на две головы выше моего сына. И вы тут приходите мне еще жаловаться. Поставила ее на место? Конечно. Дим, скажи, пожалуйста, вы себя вообще уверенным человеком чувствуете? Уверенным, конечно, чувствуете. А разве не чувствуется? Чувствуется, а почему он так считается? У меня просто такой твой есть. Ну, хочу сказать. Самое главное, знаете, надо, чтобы, вот, ну, говорят, самоуверенным. Типа, ну, про людей говорят, он слишком самоуверенным. Ну, вот это, там, беседе, я сейчас не про себя, я вообще не хочу. Мне кажется, лучше быть самоуверенным в то, что это тоже прибавляет уверенность. Ну, наверное, грань какая-то существует. Ты себе какую-то планку ставишь. Ну, просто про самоуверенных людей часто говорят о том, что они занижают таким образом других. То есть они не обращают внимание на какие-то моменты мелкие. Возможно. Возможно, это так, но с другой стороны, за счет этих людей мы где-то двигаемся вперед. Ну, может быть. Но если человек идет ногой в дверь, там, пнул, вошел, всем привет, продолжаем. Хамство и самоуверенность – это разные вещи. Да, но многие вот как раз путают. Вот то, что если равно делают, да, это одна история. Если человек там самоуверенный, по-хорошему, да, и говорит, я у всех выберу, я у всех выберу. Или я заработаю 50 миллионов долларов. Вы знаете, на себе концентрируйся. Цель, да, я заработаю, все ставят цели. Многие понимают, что, например, они не заработают, им кажется, что он самоуверенный, там, типа, такой-сякой, там. А он возьмет и заработает, а все уже ждут. Он же себя завысил план. Да. А потом, а, не заработал, ха-ха, там. Им, наоборот, весело от этого. А можно ли сказать, что какие-то жизненные ситуации вам лично добавляли это состояние уверенности, и, наоборот, снижали ее? Было такое? Нет, сходу сейчас не могу сказать. Я как-то вот привык себе ставить цели и добиваться. Просто для многих, может быть, я и там был как бы как самоуверенный, потому что я себе ставил высокие цели. Ну, я и добился цели. Но было такое, что вы поставили что-то, какую-то цель, задачу и вы устраивали? Если я реально ставил цели, я практически всегда их добивался, кроме одного случая, последнего, это выборы в Госдуму, последний. Но там совершенно другая история. То есть, я понимаю, я столкнулся с тем, что тут уже были обстоятельства, которые просто от тебя ничего не зависело. Это печально, да? То есть, я могу с уверенностью сказать, что все в моей жизни, что зависело от меня и где я ставил цели, я их всегда добивался. Всегда и везде. Ну, правда, или почти добивался, так скажем, например, Олимпийские игры. Я бронзовый фазер Олимпийских игр, но ставил цель я себе выиграть золотую медаль. Вот не достиг цели. Но медаль же тоже медаль, понимаете? Но вы какие-то испытывали на тот момент некомфортные, неприятные чувства, эмоции, ощущения? Или вы сделали для себя опыт какой-то, приобрели, подумали, что значит так, хорошо, здесь так, значит я вывод сделал, дальше будет так? Конечно, стресс, он неминуем. Чем выше ставишься цели, чем больше сваливаешь на себя ответственности. Потому что хорошие, хорошие, высокие цели это всегда и другие люди. Потому что если ты чего-то добиваешься серьезного, например, конечно, девушка ставит себе цель накачать губы. Ну, это не цель-то, я думаю. Ну, кто-то, то это не цель, да, это действие. Ну, для кого-то это цели. Ну, да. А если ты себе ставишь цель, например, построить самый большой дом или дорогу, или вырастить там... Может, это как задача больше? Ну, это тоже есть цель, да, это цель, ты же к ней стремишься, то в этот момент задействуются люди другие. Да, но цель, человек, вот я общаюсь с людьми, слово цель, они, знаете, как воспринимают, они ее как будто отдаляют. И для них она такая сложновыполнимая. А задача, это как в школе, мы решаем задачу. Стратегия и тактика. Да, поэтому именно достижения цели. Тем более, мы очень металлогично. Цель – это, конечно, что-то большое. Да, что-то более сложное. Да, что-то сложное. Будет определенная часть работы выполнять. А вас много окружают таких людей? Конечно. Поэтому я говорю, что вот цель, в первую очередь, это ответственность. А вы доверяете людям? Доверяю, но все меньше. Почему? И возвращаясь, да, не договорила, что поэтому, собственно говоря, это и придает тебе уверенности и сил. И именно эти люди, которые, грубо говоря, там, сам, как мы, помните, говорили, самоуверенные, они все равно двигают всех остальных за собой. Ну, естественно, в каждой, да, там, группе огромного количества людей всегда появляется самый уверенный. Да, это правильно, он самый уверенный. Вы же не пойдете за человеком, вот вам есть группа людей, да, и все стоят и сопли жуют, и даже не могут определиться, куда им пойти все вместе, в зоопарк, в кино или просто посидеть. И каждый, ну, давайте это, и пока один жестко не скажет, так, идем в зоопарк, все, пошли, все, идем в зоопарк, я уверен, там будет круто. Вот, вот, самый уверенный, самый, самый уверенный. Ну, и за них все равно пойдут. Лидер. Конечно, они захотят ощутить такое же состояние. Поэтому самоуверенность, это, наверное, какой-то вот лидерское качество. Насколько важна уверенность для политика? Для вас конкретно важна именно, и, в принципе, как вы наблюдаете там, где вы обитаете чаще всего. Прямо политик без уверенности вообще не может быть. Мне кажется, есть. Вот я, когда вижу какие-то, наблюдаю, да? Ну, сколько процентов у этого? Ну, тем не менее. Ну, может быть, это просто какой-то стоят. Может быть, какая-то вторая часть человека, то есть там он такой, а в жизни, например, он ведет себя совершенно иначе. А, ну, вы имеете в виду внешний посыл какой-то? Да, да, да. Возможно, все равно люди не может человек чего-то достигать и завоевывать голоса других людей. А политика, в первую очередь, голоса. Когда человек отдает тебе свой голос, голос — это доверие. Он отдает тебе право. Зачем доверие. Да, отдает право за тебя что-то решать. Он поверил тебе, да? А как верить там не самоуверенным людям, ну, неуверенным в себе людям? Даже мне это сложно представить. И вы понимаете, как я его могу верить? Да его за кефиром послать стрёмно, а он тут это будет сейчас там город на ноги ставить. Это как? Ну, мне кажется, люди, основная масса людей, ну, скажем, которые просто живут, вот как вы сказали, в городе там телевизор чипсы живет. Чипсы живет около телевизора, лежит на диванчике. А, ну, это вот телезрители с Таганрога, нашарашат. Ну, вот много людей, да, там, скажем, которые, да, живут самой простой жизнью, ни к чему не стремятся, но, тем не менее, они голосуют, да? И когда они по телевизору смотрят, например, человека, они не понимают, испытывают они к нему доверие или нет. Он назвал там красивые фразы, которые для них важны в этот момент, но они не понимают, насколько они ему доверяют. Они услышали, ага, он про картошку сказал, у меня картошка важна, чтобы я потом чипсы поел. И они пойдут за него голосовать. Как здесь? Я вас обожаю. Поэтому, кто лучше запудрил мозги, тот лучше получает. Ну, в итоге, да. Дмитрий, какой бы вы дали сейчас практический совет спортсменам, которым не хватает уверенности перед их как раз соревнованиями? Знаете, я немножко отойду от темы уверенности. Да. Я немножко по-другому скажу. Я все время задаю часто вопрос, например, что нужно, чтобы стать олимпийским чемпионом? Как вы думаете? Вот главное условие. Не зацикливаться на других в этот момент? Нет. Ну, так как я не олимпийская чемпионка. Не поверите, все просто. Чтобы выиграть олимпийские игры, надо выиграть все схватки на олимпийских играх. Ну, то есть, как человек должен себе образ? А чтобы выиграть все схватки на олимпийских играх, он должен попасть на олимпийские игры. А чтобы попасть на олимпийские игры? То есть, мы начинаем с результата и доходим до сегодняшнего дня. Конечно. Поэтому я говорю, а что должно, самое главное условие, что, чтобы стать в игре? Поэтому, чтобы не делать лишней работы, потому что можно быть очень упорным, уверенным в себе, но делать огромное количество бестолковой, ненужной работы. Все выигрывается и все достигается, в первую очередь, головой. Подумайте, чего вы хотите, выберите наиболее оптимальный путь. А вы знаете, даже техника такая есть, начиная с результата и доходя до сегодняшнего дня. Да. Выберите стратегию и отбросьте все лишнее. Тогда вы можете добиться. А вы применяете какие-то техники иногда? Или, может быть, самовынешением занимаетесь? Медитацией? Медитацией? Я не знаю, вдруг. Сегодня, кстати, тоже это слишком уже на людей навязывают, они это неправильно делают. Бизнес-вокус. Знаете, мне смешно наблюдать за... В основном на эту удочку попадаются женщины, вот эти всякие курсы, уверенности в себе, там какие-то... Не, ну, если кому-то это помогает в практике... Схолотоколад, про дыхание, не забывайте. Но, кстати, вы знаете, вы спортсмены, вы понимаете, что такое правильно дыхание, все равно это имеет место быть. Нет, это все ерунда, поверьте мне. Наш организм так устроен, что он сам дышит, как ему нужно, когда ты делаешь. Вот вы не задумывались, вы возьмете сейчас в руку мячик, посмотрите, куда вам надо кинуть, и рука сама туда кинет. Так. И вам не надо думать, так, мне надо плечо вот здесь вот поднять. Подождите, это у нас уже бессознательное все движение. У нас организм так устроен, нам мозг, вы когда мозг дает команду, да, вы мозгу, мозг вам. Ну, мы вместе друг с другом. Тело само все делает, понимаете? Это да, но когда у людей страхи или какие-то есть проблемы эмоциональные, у некоторых очень сильные... Действие, любое, любое действие, любое действие, это все убирает. Вот возьмите Ларри Кинга, он ваш, кстати, коллега, ведущий. Когда он вышел первый раз в эфир, вы знаете, что у него было? Нет. Он слова не мог произнести. Он вышел на радиоэфир, и он сидел, вот он описывает книгу, я вам рекомендую почитать, это любому ведущему надо почитать. И он говорит, и я вот все, вот я был уверенный, я сижу, у меня все вспотело, все окаменел, я не могу сказать. Все, что я планировал, все, да, я стеснялся, я думал, что говорить. И в этот момент я просто понял, что надо говорить правду и просто действовать. Чем дольше буду думать, что сказать, тем хуже. Не надо думать. Я просто начал говорить, здравствуйте, меня зовут Ларри Кинг, я вообще впервые там здесь нахожусь, и это мой там эфир первый. И я волнуюсь, у меня трясутся руки, мне трясутся. Он начал просто описывать свое состояние. И оно ушло. И оно ушло, потому что он начал действовать. Поэтому, если вы хотите что-то изменить, вы получите уверенность в себе, надо просто делать и действовать, идти и делать. Все просто. Я поняла. Дим, спасибо большое за интересное интервью. Может быть, две передачи сделаем. В следующий раз. Потому что такое интервью у нас не было. Мы затронули, я думаю, наиболее интересные темы для людей, то, что происходит в мире на сегодняшний день. Спасибо вам большое еще раз. И я желаю вам, раз вы создали этот закон по поводу антитабачной, антитабачной, как он называется правильно? Ну, антитабачной. Да. Я благодарна лично я. И я буду говорить, что вы сделали теперь. Потому что я не знала. Я хотела, кстати, узнать, кто это интересует. Кто же этот мерзавец? Наоборот. Потому что я рада, что не курят в помещениях, в самолетах. Я не пахну парфюмом, а не сигаретом. Да, и наш закон уже около 300 тысяч жизней сохранил. Спас. Официальные данные. И, соответственно, раз получилось это, значит, получится и много всего остального. Поэтому я вас бонуславляю. Спасибо. И всего хорошего, удачи вам желаю. Обрести веру в себя, стать уверенным и успешным человеком никогда не поздно. Главное препятствие – это страх. Побороть его иногда действительно непросто. Однако затраченные усилия однозначно не пройдут даром. Итак, что нужно делать? Почувствуйте свой страх и неуверенность. Ощутите его каждой клеточкой кожи. Попробуйте описать свои чувства. Где он прячется? Возможно, у вас давливает грудь, учащается дыхание, имеют пальцы. Запомните эти эмоции. Знать своего врага в лицо очень важно. Примите себя таким, как есть. Бояться – это нормально. Разница между успешным человеком и неудачником лишь в том, что первый научился бороться со своим страхом. Не ругайте себя. Вы обязательно научитесь контролировать это чувство. Заручитесь поддержкой. Ободряющие слова, надежный тыл – очень важны. Необходимо стремиться окружить себя надежными людьми, которые всегда готовы протянуть руку помощи. Поставьте себе цель. Сначала небольшую, легко выполнимую. Разработайте план ее достижения. Получив желаемое, запомните эти приятные ощущения. Теперь возьмитесь за дело посложнее. Составьте список ваших побед. Не обязательно записывать их на листок. Главное – это помнить, что достигнуть цели для вас не проблема. Пусть не сразу, пусть не совсем так, как планировали. Но вы это сделали. И сделайте еще не один раз. С вами была психолог-гипнолог Олеся Фамины и программа «Без Фрейда». Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!